всем привет передача под названием как сделаны трали вали чисто такая популярна звукорежиссерско-музыкальной передачи меня в ней не видно но я буду болтать за кадром сейчас вы видите интерфейс программ ардур в ардуре я и пишу свою музыку под windows программ подобные ардеру называются nuendo cubase sonar рипер а вот в линуксе есть ардур на экране вы видите партии это партии как синтезаторные так и записанные с микрофона звук и кроме записанного звука с микрофона это сэмплы некоторые сэмплы они прошли предварительную обработку другом редакторе а также в другом звуковом редакторе а также на них наложены эффекты в самом артуре сейчас я быстренько расскажу что к чему вот сначала у нас идет первая дорожка мастер на нее посылаются звуковые сигналы со всех остальных дорожек вот следующая дорожка диум не называется диета сокращение от драмс то есть барабаны и вот под дорожкой с барабанами расположена дорожка автоматизация на дорожке с барабанами я разместил так называемые петли петля это короткая партия которую можно повторно использовать вот как выглядит петля давайте ее прослушаем соло эту петлю включим и прослушаем ее соло вот как звучит петля и мы видим как плавно внизу нарастает звук он нарастает благодаря автоматизации вот тут линия такая на деле это называется не линия огибающая она управляет громкостью громкость плавно повышает и мы видим изменение значения когда я работаю над петлей я ее рисую нотами такими квадратиками в пианороле пианорол в ордоре такой выдвижной он не отдельным окном а выдвижной все дорожки у меня имеют свои названия иногда они осмыслены а иногда вот например б это бас бас партия как звучит партия бас давайте послушаем как она звучит вот партии баса и партию ударных я прописывал нотами остальные партии я сыграл с миди клавиатуры партия баса это такая же петля только но с другими нотами можно например включить только две партии вот партия баса и партия ударных давайте мы сместим область воспроизведения больше инструмента было звучат только две партии и партия ударка и вас если мы включим сейчас другие дорожки чтобы получать тролевали 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 вот это вот тролевали тролевали на дорожке которая названа просто отдых тролевали повторяется выше тролевали скорее запят тролевали на дорожке с вокалом кстати вокальная дорожка была записана с первого дубля просто в голову пришло вот это троллевали я сел и записал вот это троллевали эти другие партии были импортированы в проект вот этот вот странный звук который я только что включал это пущенная в обратном направлении запись из некоего индуистского монастыря выше следует миди партии что такое миди партии это ноты которые посылаются на различные синтезаторы таковыми синтезаторами могут быть как аппаратные синтезаторы так и виртуальные синтезаторы сейчас мы посмотрим какие виртуальные синтезаторы я использовал в этой композиции для этого мы переходим на вкладку микшера и начинаем смотреть вот тоже дорожки мы видим дорожки в начале каждой дорожки навешаны на нее как синтезаторы так и эффекты например что обеспечивает нам ударную партию ударных ее обеспечивает синтезатор драм-машины который называется дыр-мыр-семплер вот посмотрим на него так он выглядит в нем используется набор звуков под названием Akae XR10 латиний кит и этот набор ударных представлен следующими инструментами вот тут например кик кик снэп снэр и так далее это разные виды ударных инструментов я могу их отдельно настраивать управляя их громкостью уровнем гейн и панорамой то есть влево-вправо далее на драм-машину у меня навешан плагин калф-сатуратор а затем идет калф-лимитер чтобы не было зашкаливания вот давайте сейчас сделаем партию ударных соло вот так она звучит вот как выглядит калф-сатуратор давайте послушаем как эта партия будет звучать без калф-сатуратора она звучит совсем по-другому ну и вот далее у меня лимитер наложен он ограничивает сигнал нулем децибел вот мы видим как тут съедается этот сигнал следующий синтезатор обеспечивает бас давайте снова в соло послушаем бас это звучит синтезатор амсинт посмотрим на него вот как он выглядит можно конечно управлять различными параметрами давайте давайте вместе с драм-машиной послушаем драм-машиной и вот и Конечно я бы мог в самой композиции поиграться этими вот параметрами, но не сделал этого, обеспечив просто стабильную бас-партию на протяжении всей композиции. На эту дорожку далее не наложены никакие эффекты. Следующая партия которая сейчас играет вот в этом фрагменте это вот такой пум-пум пум-пум это пум-пум обеспечивается синтезатором Dexit вот как выглядит Dexit у него больше параметров чем AmSynth вот так звучит это пум-пум это инструмент этот просет называется Angel Voice не совсем похоже на ангельский голос но что есть то есть и как вы могли заметить дальнейшие дорожки тоже используют это синтезатор Dexit только с другими параметрами соответственно с другими параметрами он звучит по-другому. На примере концовки посмотрим как за счет чего обеспечивается запористая синтезаторная партия вот партия дорожка S7 как она устроена посмотрим S7 в петле покрутим сначала установлен синтезатор Dexit с пресетом Heavy Metal тут работают все его параметры далее навешан Calve Crusher вот как выглядит этот плагин поверх Calve Crusher работает плагин MDA Overdrive и еще выше MDA Round Pen давайте отключим часть этих эффектов посмотрим как они влияют вот если мы выключим Calve Crusher уже звук пожиже включим его снова отключим MDA Overdrive тоже жиже звук и отключим MDA Round Pen получается прямая такая панорама когда включим MDA Round Pen то звук гуляет из уха в ухо но это происходит очень быстро что создает некий объем для звучания тролевали так теперь и о самом тролевали вот эта партия где произносится тролевали давайте мы ее в соло прогоним тролевали вот это тролевали оно обработано эффектом GX хорус Тире тролевали вот если мы его выключим послушаем как оно звучит тролевали вот так оно звучит жиденько тролевали довольно мерзко а вот включаем эффект тролевали с определенными параметрами и уже звучание тролевали такое как я задумывал тролевали все эти партии поступает на мастер шину главная шина и на ней тоже навешан эффект калф лимитер который ограничивает уровень нулем децибел вот так внутренне и устроена композиция тролевали тролевали